Где находятся гипоталамус и гипофиз? Гипоталамус – это область головного мозга, которая располагается под коркой. Относится к промежуточному мозгу. Вот описание, где находится подробнее. Гипоталамус расположен около базальной области переднего мозга и нижней доли среднего мозга пониже таламуса. Размер этого органа равен параметрам грецкого ореха. Гипофиз расположен на нижней поверхности головного мозга в костном кармане, называемом турецким сидолом. Невозможно описывать гипоталамус и не говорить про гипофиз. Эти же литистые органы связаны по функциям и строению друг с другом. Гипоталамус выполняет регуляцию функциональности нашего организма через гипофиз. Они работают вместе по типу связи-обратки. Так происходит потому, что гипоталамус ведет контроль концентрации необходимых гормональных веществ в биологических жидкостях в организме. В результате гипофиз не будет вырабатывать биологически активные вещества и их количество резко понижается. Если в биологической жидкости слишком мало этих веществ, гипоталамус выпускает свои основные в область гипофиза, стимулируя его высвободить свои личные гормоны. Система гипоталамус и гипофиз строения анатомия. Гипоталамус содержит серые в воронке, гипофизарный нерв, задние доли и оптический переход. Их разделяют на переднюю, медиальную, заднюю и боковую области, а также на отдельные центры пути. Гипоталамус и гипофиз функции связь У всех отделов гипоталамуса есть свои важнейшие функции. Этот орган также очень связан с гипофизом. Вот описание функций связи этих органов. Передняя область гипоталамуса – суправентрикулярное основание, отвечающее за синхронизацию биологич. Ритмов сна и активной фазы регулирует их. Суправтическое основание выполняет синтезирование и секретирование вазопрессенной окситоцина. Провентрикулярное основание выполняет синтезирование и секретирование вазопрессенной кортиколиберина. Генитальное основание регулирует секретарные функции гонадотропина. Средняя или узловая область – вентромедиальное ядро, дарсомедиальная часть – центр сытости. Дугообразное ядро, также называемое воронкообразной областью, занимается выработкой гипофизотропных гормонов, которые активируют клетки передней области гипофиза. Боковая область – приоптическая область – гипоталамус сбоку. Воздражение этой части вызывает тягу к еде, а его нарушение ведет к развитию анорексии. Задняя область – медиальное и латеральное основание – имеют тесную связь с лимбической системой и гиппокампом. Задняя область – премобулярного основания – регулирует Т-градус тела. Экспериментальные опыты, проведенные на животных, показали, что центр удовольствия расположен в гипоталамусе. Стимуляция выполняется через него в нервную корку, поэтому данный орган омянуется подкорковой сенсорной областью. За какие процессы отвечает гипоталамус? Гипоталамус несет ответственность за многие процессы в теле человека, в этом органе нервная и эндокринная система функционируют вместе. Именно здесь импульсы нервной системы превращаются в биохимические. Но происходят не только эти процессы. Гипоталамус – это основной орган управления нашим телом. Он соединяет работу третьих различных систем и исполняет свой процесс регуляции через вегетативную нерв, систему через ствол головы, и спин, мозга, лимбическую эндокринную систему через гипофиз. Также гипоталамус выполняет следующее – ведет контроль за секрецией вазопрессина. Окситоцин несет ответственность за наш эмоцион. Фон – потому что он является частью лимбической системы, которая отвечает за регуляцию эмоцион. Фон – поведение. Поддерживает интракорпоральный гомеостаз, то есть поддерживает оптимальную температуру. Выполняет утилизацию энергии. Управляет водой и электролитным обменом. Другими словами, гипоталамус – это центральная область, где психич. Процессы превращаются в биохимические функции нашего тела. Это происходит благодаря вторым катехоламинам, адреналину, норпенифрину, в общем, вот что зависит от гипоталамуса. Гипоталамус также отвечает за секс. Функцию цикла репродуктивной системы и эмоцион. Реакции, связанные с ней. Работа гипоталамуса и гипофиза – гормоны у мужчин и женщин. Гипоталамус вырабатывает ряд гормонов, наиболее важными из которых являются окситоцин, отвечает за репродуктивную функциональность организма. Начинает распространяться в результате раздражения стенок влагалища и шейки матки. Начинается сокращение матки, ускоряется транспортировка сперматизоидов по репродуктивным путям женщины и провоцирует роды. Способствует выработке молока, выделяемого кормящей женщиной. Возапрессен антидиуретический гормон АДГ, который усиливает канальцовую реабсорбцию. Поэтому при его повышении организм производит меньше мочи. Гипоталамус также выделяет гормоны, которые контролируют работу гипофиза. Это либерины занимаются стимуляцией гипофиза, чтобы этот орган секретировал соответствующие гормоны. Самотоклинин увеличивает секреторную функцию гормона роста – самототропина. Статины подавляют секреторную функцию многих гормонов гипофиза, например, самотостатин уменьшает секрецию гормона роста – самототропина. Гипоталамус также является центральной областью секс. возбуждение. Он выполняет разные функции у мужчин и женщин. У представителей сильного пола занимается регуляция поступления гормонов таким образом, чтобы они были на постоянном уровне. Удам гипоталамус реагирует на высокий уровень половых гормонов, подавляя их секрецию. Когда уровень становится низким, снова стимулирует. Ниже вы узнаете, какие патологии могут быть гипоталамус и гипофиза. Читайте далее. Гипофиз и гипоталамус и заболевания. Из-за особенностей анатомии гипоталамуса, а также его близкому расположению к другим органам и системам, таким как гипофиз, сосудам. У черепного основания третьего желудочка мозга симптомы дисфункции этой железы различные и часто очень осложненные. Однако они связаны с функциональностью этого органа. Различаются новообразования гипоталамуса доброкачественного и злокачественного генеза, гомортомного типа и сосудистой мальформации. Заболевания гипофиза – обширная группа заболеваний, которые могут быть обусловлены наличием опухолей гипофиза или близлежащих структур сосудистой патологии и воспалительными, в том числе гранулематозными заболеваниями. Видео «Гормоны гипоталамуса и гипофиза». Прочитайте по теме.